Микрорайон юго-западный. Заброшенные строки стоят одна за другой. Работы остановились несколько лет назад. Задержка по сдаче в эксплуатацию жилых домов от 2 до 28 месяцев. Обманутые дольщики уже потеряли надежду обрести свои законные квадратные метры. Но стройка сдвинулась с мертвой точки. Правительство Ульяновской области, губернатор Ульяновской области. Для того, чтобы люди вышли из этой кризисной ситуации, потому что многим приходится платить ипотеку, платить и съемные квартиры, жить фактически, как говорится, негде. Было принято решение о выделении средств из бюджета. И вот благодаря этим средствам сейчас все эти строительные работы по факту и проводятся. Из 13 недостроев 5 уже ввели в эксплуатацию. Еще один, 31-й дом на стадии завершения. Выполняются работы по благоустройству прилегающей территории. 20 сентября 108 семей получат свое жилье. Параллельно в работе еще два дома, номер 37 и 46. Каждый из них подрядчик обещает сдать в декабре 2020. Согласно графику производства работ, окончание и сдача дома номер 37, 25 декабря и 46, 15 декабря. В сентябре зайдут на еще один объект, дом номер 35. На первые выделенные деньги выполнят фасадные работы, установят кровлю, проведут энергосеть. Задача в зиме закончить все внешние строительные работы и приступить к внутренней отделке дома. К августу 21-го дом должен быть сдан. По тому дому, который на следующий год, мы 50 миллионов рублей добавляем. Мы предварительно обсудили, да, нам понятно объем средств, которые мы направим, но решим проблему обманутых больше. Все объекты на жестком контроле. За ходом строительных работ следят специальные рабочие группы. По одной на каждый дом. Следят за всем. Укладывается ли подрядчик установленный срок, как выполняется работа, куда и на что тратятся бюджетные деньги. Необходимо в ручном режиме, еженедельно, приходится это все контролировать, чтобы понять, что каждый бюджетный рубль дойдет до конечной цели. И не будет по пути, скажем так, где-то как бы расхищен и все прочее. Достройка за бюджетный счет чьих-то неудавшихся капиталовложений нравится далеко не всем. Но бросать людей без жилья – варварство. Принятые относительно недавно законы, в частности использование при долевом строительстве и скорость счетов, нацелены на то, чтобы не допустить обманутых дольщиков в будущем. Максим Бажанов, Бахтияр Салтанов, репортер 73.